Добрый день! Сегодняшний видеоурок посвящен указу мэра Москвы номер 32УМ от 16 июня и поддержке в решениях 1С подачи этих сведений для сайта МОСРУ. Есть, соответственно, организации, которые должны подать эти сведения. Ну и по инструкции на сайте iMos.ru нужно перейти на сайт МОСРУ, скачать оттуда Excel образец файла, заполнить данные о сотрудниках и прикрепить его обратно туда на сайт. Проверка занимает не более трех рабочих дней с момента подачи заявления. Ну, так как мы работаем в 1С, сотрудников может быть на самом деле на предприятии немало. Есть смысл делать это все-таки в автоматическом режиме и с заполнением из нашей учетной системы. Сроки реализации программы с 15 июня по 1 июля нужно было собрать сведения о сотрудниках, которые осуществляют вакцинацию. С 1 июля уже можно подавать на сайте МОСРУ и срок подачи этих сведений до 15 июля. Что же придумала 1С в плане реализации таких подачи сведений? В релизах, скажу, в 1С это дополнение не вышло. Оно вышло отдельным расширением, так как, соответственно, это актуальное изменение для Москвы и Московской области. Чтобы применить это расширение, мы идем на портал 1С. Заходим в раздел 1С обновления программ, скачать обновление программ и находим конфигурацию, в которой мы ведем наш учет сотрудников. Данное расширение было выпущено для конфигурации бухгалтерия предприятия, зарплата, комплексная автоматизация и ERP. Показывать будем на примере бухгалтерии предприятия, поэтому заходим как раз в ветку с бухгалтерией предприятия и идем в самый конец вот этой таблицы с релизами, так как оно выпущено было не в релизах. И вот здесь, в самом низу, есть как раз отчеты о вакцинированных сотрудниках. Переходим туда и скачиваем zip-архив. Распаковываем. Тут есть инструкция, как его использовать. Также тут в архиве есть, собственно говоря, само расширение, вот этот валик формата CFE. И XML-шаблон для заполнения. Идем в нашу базу 1С. Идем в раздел «Администрирование». Настройки печатных форм, отчетов и обработок. В раздел «Расширение». И добавляем из файла, только что скачанный, скаченное наше расширение. Загружается в программу. Когда загрузится, нужно будет снять галочку «Безопасный режим». Изменения вступят в силу только после перезапуска программы. Вот так выглядит расширение, которое у нас прикреплено в базе, но пока еще не активно. То есть у него нет галочки зеленой. Снимаем здесь галочку «Безопасный режим». И программа нам также сигнализирует о том, что нужно перезапустить. После того, как программа запустилась, наше расширение становится активным. Можно проверить. Вот он находится с зелененьким нашим огоньком. И использование этого расширения поддерживается в разделе «Главное». Сервис. Светения о вакцинированных работниках. Далее следует выбрать регион Москва или Московская область. Выбрать организацию из выпадающего списка. Можно также поставить галку «Считать общее количество сотрудников тока по региону сдачи». Нажимаем кнопку «Список сотрудников». Чтобы добавить сотрудников, можно использовать кнопку «Добавить». Добавлять по одному. Либо подобрать из списка сотрудников. Добавить по подразделению. Либо добавить всех. А потом удалить лишних, допустим. Если данные о сотрудниках заполнены, то, соответственно, здесь они автоматически проставятся. В том числе серия номер паспорта и номер мобильного телефона. Если каких-то данных не хватает, соответственно, лучше их заполнить в карточке сотрудника и просто перевыбрать его. Либо заполнить здесь вручную. Например, номер полиса. И все остальные поля точно так же в таком же формате редактируются. После того, как закончена работа с таблицей, вы можете подкорректировать под нужный процент. Здесь также меняется, было вакцинировано и сколько работников. После того, как закончили работу с таблицей, сохраняем макет. В формате XLS сохраняется нужная форма. Отчет сформирован и автоматически открывается в программе XL. После этого, можете эту форму отправлять на МОСРУ. Здесь есть две вкладки. Информация о работниках и шаблон для заполнения. Каким еще способом можно сформировать? Если мы зайдем опять в нашу обработку, сведения о вакцинированных работниках, сведения, которые мы вносили ранее, они сохранятся. Поэтому мы можем продолжить работать с этим списком после закрытия работы с обработкой. Здесь есть кнопка «Заполнить данные сотрудников». Она заполняет из файла Excel, который вы заранее приготовили. Чтобы облегчить формирование этого файла, в разделе «Зарплата и кадры» есть отчеты по кадрам. Можно выбрать отчет, отчет, личные данные сотрудников. И здесь по кнопке «Еще», «Прочее», «Изменить вариант отчета», нужно подгрузить файл настроек. Еще загрузить настройки. И выбираем тот файл, XML-шаблон, который у нас был в поставке с данным расширением. Открываем. Завершаем редактирование. В настройках можно сделать также отбор по организации. Формируем наш отчет. И он формируется с нужными полями, с нужными колонками. Остается только сохранить его в формате XLS. Назовем его, допустим, «Подгадрительный список». Это тот самый список, который нужно было подготовить как раз-таки до 1 июля. Здесь, в принципе, остается только заполнить колонку «Полисом С». Сохраняем нашу табличку. Закрываем. Возвращаемся в наш отчет. Здесь можно не сохранять. Заполнить данные о сотрудниках и выбираем на список, который мы подготовили заранее. Нажимаем «Открыть», и после этого заполняются оставшиеся колонки. После этого нажимаем также «Сохранить макет». И приготовленная форма сохраняется в нужный нам каталог, который мы потом подгружаем на сайт MOS.ru. Сохраняем. 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 Продолжение следует...